МВД в очередной раз внесло предложение, законотворческое предложение, о предоставлении доступа к данным больным с психоэмоциональными расстройствами, ну, психическими заболеваниями, то бишь. Обосновано это тем, что, мол, люди с психическими заболеваниями, совершающие социально опасные действия, они есть, они вот совершают всякие злодеяния, но вот МВД, ну, никак не может получить о них информацию, потому что у МВД нету доступа к информации о данных людей с психоэмоциональными расстройствами. И вот если он у них будет, вот тогда, наверное, МВД все эти вопросы сразу и решит. И вот надо устранить эту законотворческую коллизию. Честно говоря, не очень могу понять, в чем заключается та самая коллизия у МВД, которая вот не дает ему работать, решительно не дает работать. С колоссальным усилием, и только обладая какой-то неимоверной фантазией, можно себе представить ситуацию, что, допустим, дознавателем МВД следователь, ну, поскольку МВД, значит, следователь нет. Ну, или следователь, да, и прокуратуру, или там, следственного комитета, или там, ФСБ, или еще кого-нибудь приходит в ПНД, или обращается в ПНД для получения информации. А врачи его по матушке посылают, говорят, да ты чё, это врачебная тайна, мы не тебе не скажем, иди отсюда. И отся. Вот. И он такой бедный, этот вот, сотрудник МВД, ФСБ, следственного комитета, так разворачивается и уходит, не получив никакой информации от злых психиатров, которые вот ссылаются на закон о психиатрической помощи. На мой взгляд, на мой взгляд, вот такую вот ситуацию, ну, ей-богу, вот даже люди, которые в том самом ПНД наблюдаются, вряд ли себе могут представить, скорее уже наоборот. Вот. И, собственно говоря, закон о психиатрической помощи совершенно не запрещает представлять информацию о пациентах с психическими расстройствами и склонных, опасных, либо заявляющих о своей готовности совершить социально опасные действия. Более того, психиатр обязан поставить в известность, как минимум, МВД о таком пациенте, если он его выявил. Это совершенно не значит, что врачебная тайна подразумевает, что пациент сожрал, там, расчленил, сожрал уже половину населенного пункта, а врач-психиатр никому о нем не говорит. То есть, это какая-то, извините меня, ерунда. Другое дело, другое дело, что вот неправильные, неправильные пациенты и неправильные люди, которые вот неправильно как-то мыслят, не понимают генеральную линию партии и правительства, вот они легко могут как раз-таки попасть в замес. В данном случае, и сдается мне, что инициатива именно эту коллизию и призвана устранить. Еще раз повторюсь, еще раз повторюсь, что никакого абсолютного, такой абсолютной недоступности для МВД, для Следственного комитета или любых других следственных органов, недоступности информации о психически больных людях, о людях, склонных к социально опасным действиям, имеющих психические заболевания, ее нет. Поэтому возникает вопрос, собственно, а ради чего такая инициатива?